В конце 2022 года старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий Матвей Семенов получил грант Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда, поведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами на реализацию собственного проекта. Мы занимаемся уже давно этими изучением газовых гидратов, поэтому наработали кое-какие уже свои направления и было, как мне сказать, ну это некий следующий шаг, чтобы мы продолжили эти исследования, вот как раз привлекаем наших студентов, аспирантов, чтобы занимались этим направлением, вот поэтому я думаю это, ну как раз для нас будет подспорье, чтобы заниматься этим направлением еще усиленно, еще с таким интересом. Его проект исследования влияния замороженных растворов промоторов на процесс образования гидратов различных газов и оценка стабильности полученных гидратов при естественных условиях хранения. Направлен на разработку способа ускоренного получения газового гидрата из замороженного раствора промотора с минимальными энергозатратами. Газовые гидраты это соединение включения, то есть молекулы воды создают некий каркас и в этот каркас просто в свободном положении включается молекула газа и в таком виде может храниться как в виде льда. И это как один из способов хранения, например, попутно нефтяного газа в таком твердом виде. Либо газовые гидраты используются для опреснения морской воды, в том числе для разделения газовых смесей. По словам ученого, в настоящее время во всем мире активно разрабатываются реагенты, ускоряющие процесс гидротообразования для применения в гидратных технологиях. Среди них утилизация парниковых газов, опреснение морской воды, холодильные системы, разделение газовых смесей, хранение и транспортировку углеводородных газов и многое другое. Мы разрабатываем здесь некие промоутеры, но пока не тестировали их в таком замороженном виде. Мы их тестируем только в жидком виде. Мы сейчас будем уже пробовать их замораживать, в каком-то виде перемалывать, какие-то разные гранулы получать. И потом уже пробовать из них получать газовые гидраты. И смотреть, насколько это будет ускорять процесс гидротообразования, насколько полно мы будем получать гидраты и как они будут храниться. Матвей Семенов и его коллеги ориентируются на то, что можно ускорить получение газовых гидратов в систематических условиях путем применения замороженных растворов промоутеров. Отметим, что в рамках исследования ученые намерены сами синтезировать реагенты и готовить замороженные растворы. В мире сейчас очень активно идут разработки таких технологий. Я говорил насчет опреснения морской воды. Во всем мире не хватает пресной воды. И для холодильных систем используются эти технологии. Ну и также сейчас идет такое направление, как утилизация углекислого газа и решение экологических проблем. И вот как раз для таких технологий необходимо создать какие-то альтернативные вещества, либо методики, способы, чтобы такие технологии быстро применялись, быстро находили свое направление. Отметим, что конкурс Российского научного фонда направлен на развитие новых для научных коллективов тематик, в том числе на определение объекта и предмета исследования, составление его плана, выбора методов исследования и формирования исследовательских команд. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова